Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 4 ноября, в День Народного Единства, Православная Церковь совершает празднование Пресвятой Богородицы в честь ее иконы, именуемой Казанской. Этот праздник установлен в благодарность за избавление Москвы и всей России от нашествия поляков в 1612 году. Конец 16 и начало 17 столетия, известное в истории России как «Смутное время». Страна подверглась нападению польских войск, которые глумились над православной верой, грабили и жгли храмы, города и села. Обманным путем им удалось овладеть Москвой. По призыву святейшего патриарха Ермогена русский народ встал на защиту Родины. В ополчение, которое возглавлял князь Дмитрий Михайлович Пожарский, был прислан из Казани чудотворный образ Пресвятой Богородицы. Зная, что бедствие попущено за грехи, весь народ и ополчение наложили на себя трехдневный пост и с молитвой обратились ко Господу и Его Пречистой Матери за небесной помощью. Молитва была услышана. От находившегося в плену у поляков святителя Арсения впоследствии епископа Суздальского пришла весть, что ему в видение было открыто о перемене суда Божия на милость по заступничеству Пресвятой Девы. Воодушевленные известием русские войска 22 октября 1612 года освободили Москву от польских захватчиков. Празднование в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы установлено в 1649 году. И до наших дней эта икона особо почитается русским православным народом. После освобождения столицы от врага князь Дмитрий Пожарский поставил Казанскую икону Богородицы, спутницу и помощницу его в походах и битвах, сперва в своей приходской церкви в видение на Лубянке, а потом в 1636 году вовновь построенный им Казанский собор вблизи Красной площади. Царь Михаил Федорович, узнав о чудесах, бывших от иконы Казанской Богородицы, повелел чевствовать в Москве чудотворный образ Богоматери дважды в год. 8 июля – в день явления иконы в Казани и 22 октября – в память освобождения Москвы от иноземных захватчиков по старому стилю. В 1649 году по указу царя Алексея Михайловича местный московский и казанский праздник в честь Казанской иконы Божией Матери делается общероссийским. Поводом к этому указу послужило рождение во время всеночной службы на 22 октября наследника царевича Дмитрия Алексеевича. Это радостное для царя событие было приписано им милости Матери Божией. И с этого времени Алексей Михайлович начинает смотреть на московскую икону Казанской Богородицы не только как на избавительницу России от нашествия иноземцев, но и как на покровительницу династии Романовых. Этот взгляд был усвоен и последующими царями из дома Романовых. После основания в 1703 году Петербурга и перенесения сюда столицы России Казанская икона Божией Матери стала предметом благоговейного почитания и на берегах Невы. В самом начале XVIII столетия здесь появляется чтимый чудотворный образ Казанской Богородицы, находившейся впоследствии с 1811 года в Казанском соборе на Невском проспекте. В годины тяжелых испытаний русские люди прибегали к этому чудотворному образу, прося заступничество царицы небесной. Известно, например, что князь Михаил Иларионович Кутузов вождь русской армии в Отечественную войну 1812 года возложил образ Божией Матери на себя, веряя себя ее всесильному охранению и помощи. После разгрома армии Наполеона он все серебро, отнятое казаками от французов, принес в дар Казанскому собору, считая победу над врагом проявлением милости Царицы Небесной. Постараемся и мы принести Божией Матери золото нашей пламенной любви и серебро горячей веры. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых, равноапостольного Аверке, епископа Иеропольского чудотворца, семи отраков Ижевоэфесия, мучеников Александра, епископа Ираклия, воина и жен Анны, Елисаветы, Феодотии и Эгликерии, священомучеников Серафима, архиепископа Угличского и с ним Владимира Соболева, Александра Андреева, Василия Богоевленского, Александра Лебедева-Пресвитеров и преподобномучеников Германа Полянского и Мины Шилаева, священомучеников Николая Богословского, Николая Ушакова-Пресвитеров и преподобномученика Григория Воробьева. Празднуется обретение мощей священомученика Никодима, епископа Белгородского. Совершается празднование Андрониковской и Якобштадской иконам Божией Матери. Всех, кто носит имена святых, прославляемых Церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с тезаименицством и с Днем Народного Единства. Благожелаю вам от Господа мира душевного, здравия телесного и неоскудевающей помощи Божией по молитвам ваших небесных покровителей. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето!